Далее Трускиновская В маленьком мире теснились махонькие государства То есть вот княжий двор, вот полдюжный деревенник А если пустить стрелу из заморского тисового лука То она, пожалуй, уже в соседнее княжество залетит Да и не придумали тогда еще такого слова «царь» А вот князья водились Так вот, в некотором государстве, которое было не шибко большим княжеством Жили князь с княгинюшкой, а у них три дочки на выдании Построился князь отменно Возвел крепость детинец на скале, которая нависла над рекой И попасть туда можно было либо с воды, поднявшись по приставным лестницам Либо по деревянному подъемному мосту Либо рухнуть за ограду с неба И даже если перерубить удерживающие поднятый мост канаты Все равно остаются здоровенные дубовые ворота Которых ни одним тараном не проживешь Все это князь затеял потому, что от поры до поры на княжество покушалась орда Налетала, шумела, угоняла скот, портила девок, какие не успели убежать И опять откатывалась А княжьи люди, вовремя укрывшиеся в детинце, выходили и жили дальше Или же, положась на лазутчиков, заступали орде путь в каком-либо неожиданном месте И тогда сами угоняли награбленный ею не знам где скот И портили ордынских девок Все как полагается И вот однажды приехал в княжество молодец Был он хорош с собой несказанно И кудри золотые велись, и глаза, как майское небо И в плечах широк, и станом тонок, и конь под ним огонь И прочие достоинства тоже соблюдались в пропорции Молодец просился пожить день Катри, на каком не есть дворе Сам устал в пути, да и конь притомился А потом где дальше поедет Когда спешивался и коня рассёдлывал Углядели девки, что приторочены были сзади гусельки Забрались, упросили Сел молодец, положил гусли на колени И такой разудалый трень-брень грянул Старики в пляс собрались Так что на следующий вечер тешил он своей игрой уже князя с княгинюшкой И трёх молоденьких княжон Прожил молодец, как обещал, с три дня Собрался и укатился по заранку А как погнали княжеский скот на пастбище Глядь, ворота детинца в дёгти выпочканы Да такой въедливый дёготь попался Ничем его не отскребешь Собрались бабы, стали судачить Не иначе заезжий молодец какую-нибудь княжну огулял Сраму ты, сраму! Князь позвал своих плотников-столяров, приказал И ободрали они тёготь с дубовых ворот на всю глубину его въедливости Да ещё рубанками древесину взоровняли Прошло столько-то времени И едет к княжеству другой молодец на ретивом коне И в плечах, касаясь, а же не очи, соколиные брови, соболины А сзади, что приторочно, да гусельки же А играл да припевал так, что слеза молодых жёнок прошибала Долго ли, коротк ли И этого позвали князя тешить А после его скоропалительного отъезда Глядь, опять ворота в дёгте Тут бы князю призадуматься А чё думать, если соседи скоро начнут пальцами казать Вот и вторую тебе, княжну тебе, губошлёпу проезжий человека гулял Гляди, скоро неведомо чьи внучат побегут Княжьи дочки клялись и божились, что нетронутые И как бы им исхитриться, да с молодцем встретиться, коли их мамки-няньки стерегут Да кто им поверит? Про нетронутость-то говорить лишь можно Её всему княжеству и языкастым соседям не предъявишь, а ворота Вот они, чернеются точно обгорелые Князь вдруг горять позвал стойлеров и плотников со стамесками и рубанками А надо сказать, что жил в тех краях старый Волхов Был у него домишко, но замшелый дед охотнее ночевал в лесу, под ёлкой или в лугах, где уже сметали в стога сена Поэтому его хоть и уважали за познание, а считали чудаком И заявился он к князю Княже, говорит А ведь дёготь тот неспроста Ещё б неспроста, отвечает угрюмый князь Отстань ты уже, перуна, ради и без тебя тоже Или скажи, может знаешь, какой отвар, чтобы им дёготь с ворот смыть поскорее? А что, княже, сильно ли тебе тот дёготь мешает, спрашивает Волхов? Скажем, ворота открывать-закрывать мешает? Ещё б не мешал! Все соседи смеются и пальцами кажут Посмеются и перестанут Дочек замуж не возьмут Угомоняться и возьмут Тебя послушать так и сводить дёготь с ворот незачем Возмутился князь Вот сам трёх дочек родишь, тогда я на тебя погляжу Послушайся доброго совета, княже Вдруг построжев сказал Волхов Оставь всё как есть На каждый роток не накинешь платок И беспокоиться, чего про тебя дураки с пустомелями подумают Зряшное занятие Пусть ворота постоят чёрными Пусть соседи видят, что тебе на их сплетни начхать И посмотришь, что из этого получится Не убитил Махнул рукой, пригорюнился и пошёл издетиться прочь Дёготь с ворота подрали, на ново их выстругали Стоят себе чистенькие, как новенькие А ещё какое-то время спустя третий молодец прибыл Конь под ним лебедем плывёт Сам кровь с молоком улыбнётся, словно солнышком осветит У того, правда, не гусли, свирелька с собой имелась Понятное дело, вечером сел на завалинки, да заиграл Этого на княжий двор уже не звали Но, видать, он и сам был не промах Как ночь, так и уходит, крадучись со двора, где встал на постой Заявляется перед рассветом Ну, тут уж сам Перун велел и в третий раз ворота дёгтем мазать Правда, кому именно велел, так и осталось непонятно Князь разъярился Сам наблюдал, чтобы столеры и плотники Ни одной чёрной капелюшечки не оставили Да сверху хорошенько рубанками прошлись Опять ворота чистотой засверкали Да только недолго они сверкали Приволоклась орда И тащила она за собой большой в южных землях Прихваченный таран, именуемый барашком Потому что главное его подвешенное на цепях бревно Которым, раскачав, бьют в преграду Завершалось бронзовой бараньей башкой Подтащили таран к детинцу Подстрелами добрались до моста Перерубили канаты, мост пал И тогда уже, пихаясь сзади, подогнали барашка И дюжины ударов не потребовалось Истончившиеся от стамесок с рубанками чистенькие ворота Треснули, развалились И орда хлынула в детинец Вот когда вспомнил князь старого волхва Однако было поздно Я к чему клоню? За девками следить надо Девичья честь дороже многого Это всякий сосед тебе скажет Да только крепкие ворот Пожалуй, подорожнее встанут Особенно, если за горным кряжем Шевелится хитрая орда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok